Люберецкий совет ветеранов отметил юбилей 30 лет. На праздничном концерте, посвященной круглой дате, побывала наш корреспондент Мария Лапчева. Отметить день рождения своей родной организации, люберецкие ветераны собрались в конференц-зале администрации. Символично, 30 лет назад для работы им было выделено помещение на первом этаже этого же здания. В начале торжества выступил председатель Люберецкого совета ветеранов Юрий Орехов. Он поделился с гостями праздника историями из жизни организации. Конечно, 30 лет можно разделить на три десятилетия. Самое тяжелое десятилетие – это было 1987-1996 год. Если вы помните, это было, можно прямо назвать, время смуты. Испытаний и трудностей на долю этих людей за 30 лет активной деятельности в организации выпало немало. Сегодня они вспоминали свои победы, достижения, историю, а самое главное – свою молодость. Поздравить люберецких ветеранов приехали представители власти, самых активных членов совета. Наградили со сцены, вручили им подарки и цветы. Я искренне желаю каждому сидящему и добра, и долголетия, и здоровья, потому что сегодня, мне кажется, есть ради чего жить, есть чему радоваться, есть для кого жить, потому что у всех у вас и дети возрослевшие, и внуки, и у многих правнуки. К 30-летию Совета ветеранов Люберецкого района члены этой организации подготовили книгу. В нее вошли воспоминания ветеранов и участников войны. Эта книга – это жизнь замечательных людей Люберецкой земли. И вот я думаю, что сегодня в зале как раз и есть те замечательные люди, которые в разные годы по-разному начинали свою жизнь. Кто-то родился на Люберецкой земле, кто-то сюда приехал после учебы, кто-то здесь нашел свое семейное счастье, но их всех объединяет одно. Они все патриоты. Сами виновники торжества в этот праздничный день были бодры и веселы. Они наслаждались песнями и танцами, поздравлениями и пожеланиями. После окончания мероприятия каждый ветеран получил красную гвоздику – символ памяти, любви и победы.